Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня очередной день января просто. От холодильника не отходим, на улицу еще не выходили. И я захотела сладюшек, а мне из дома выходить совершенно не хочется. И я уже тут готовлюсь к тому, что дома осталось. Просто лень, 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 лень. Я даже делала пост в инстаграм, и девчонки мне тоже пишут, что лень. Холодильник, телевизор, в общем, все отдыхают. Наверное, я думаю, от этой вот суеты, которая была предновогодняя. И вот эта вот, которая после Нового года. Обжраловка, объедаловка. И у меня нет муки дома. Я такая, блин, что приготовить вкусненького? Думала, просто какие-то лепешки сделать. Я потом смотрю, у меня осталось, помните, мы покупали в Фикс Прайсе фитнес-печенье, готовая смесь. И я почитала, такая, смотрю, что здесь всего лишь нужно добавить вот к этой смеси 100 грамм масла, замесить тесто, потом все раскатать и запечь. А давайте попробуем, сделаем. Конечно, здесь много, но я думаю, что ко мне уже начнут завтра-послезавтра гости приходить. Ну, в принципе, печенье-то оно не пропадает особо прям, да, может долго храниться. Поэтому поехали! И так, что мы делаем? Что мы делаем? Так, масло надо достать. Итак, в нашу смесь нам нужно добавить 100 грамм размягченного сливочного масла. Я достала уже и 50, плюс-минус 10 миллиграмм воды комнатной температуры. Потом замесить однородное тесто и дать ему постоять 5 минут. Поехали! Мы кое-как размягчили наше маслице с холодильника. Сейчас я его добавляю. И вот я налила воды. У меня здесь сколько? Я не знаю, 200-250 или 220 грамм. Ну, в общем, 1 четвертую, 1 там какую-то добавила. Теперь давайте все это вмешаем. Сначала масло. Кину-ка я сюда. Вот так. Так аппетитно это все выглядит. Может, кому-то не аппетитно, но мне уже аппетитно. Так. И водички. У меня прям с чайника тепленькая такая. Прям комнатная. Ну, прям вот комнатная. Все это мы перемешиваем. Мы замесили наше тесто. Это оно очень приятное. Очень быстро сразу замесили. Теперь надо им постоять 5 минут. Оставляем. Держись, дружок. Жди нас. Мы вернемся за тобой. Пока наше тесто стоит и ждет. Мы тем самым временем, пока я раскалю дрова. Нет. Я подогрею печку. Вообще, я думала, может быть. Знаете, не такое уж на самом деле. Сейчас я посмотрю. Где? Ой, я выкинула. Блин. А я выкинула. Куда я выкинула? Тут еще инструкция. Не выкидывайте. Как я. Так. Раскатайте тесто слоем 5-8 миллиметров. Это примерно сантиметрик. Это нормально в принципе. И вырежьте печенье из теста с помощью формочек. Ну, мы кружкой сделаем. Кругленькие такие. Или квадратиками. Посмотрим. Выложите на противень, смазанную маслом или застеленной пекарской бумагой. Выпекайте при температуре 180-200 градусов. До готовности 12-15 минут. У меня же есть мультиварка. И в ней на самом деле удобнее. Поставил выпечку, поставил время, блин. И забыл. И еще на самом деле от духовки очень сильный жар. А у нас в квартире и так жарко. Я не хочу все это лишний раз проветривать. Поэтому в микроволновочке все отлично будет, я думаю. Дэнь. Дэнь. Скажи всем привет. Что там делаешь? Дэнь, глянь, тесто. Ой, с удовольствием скажи, да? Не. Ты что, тесто ешь? Да оно несъедобное еще. Мама печеньку сделает потом. Вот я все раскатала, все сделала, уложила. На самом деле не так много получилось всего этого. И все, на выпечку ставим. Смазала при этом маслом. А я тут приготовила яички, хотела что-то другое сделать, видите? Ну что, закрываем микроволновку. Выбираем режимы. У меня, я смотрю, режим в выпечке не меньше 40 минут, поэтому будем сами контролировать. Все, поставили 40 минут, в общем, поставили без 10, на 15 минут, в общем, в 5 минут, 5 минут 9 я должна буду посмотреть. А, нет, еще оно сейчас разогреется, короче, в 10 минут. На самом деле, вы представляете, как это легко было сделать, если я еще умудрялась это делать и еще снимать. А сегодня супер ленивый день. Но мне очень интересно, что получится, столько всяких семечек. В общем, любопытно. А вообще, с чем это? Вообще, это фитнес-печение. То есть, не поправишься. Всего 350 килокалорий, как я поняла, в 100 граммах. А здесь у нас 350 масса нету. Ну, хрен его знает на выходе, сколько получится. Вот. И я думала, что будет очень много, но на самом деле, как вы видели, несколько печенек. То есть, если на большую семью, то, наверное, еще пачку надо покупать. Или две. Ну, все, ждем. А пока мы ждем, давайте пообщаемся с Дэнни. Он жаждет внимания. Расскажи, Зая. Ты хочешь печеньку? Ну, это печенька для взрослых, я думаю. Тебе еще такую нельзя. У тебя есть своя печенька. Дай тебе. Сейчас мама даст печеньку для детей. Тут у нас свои печеньки. Ой, там очень сладкий. Печеньку ест, мальчик. Жуй печенькой. Я печеньку не стараюсь не давать ему в руки самостоятельно, потому что она ее всю запихивает в рот и потом давится. Поэтому из маминых ручек мы кусаем потихоньку, да? Так мы лучше контролируем. Скажи, вкусно печенька? Скажи, у меня печенька вкусно. Суп в крошке. Наконец-таки я присела, блин. Я еще параллельно супчик сделала. Вот такая я ленивая, что я еще параллельно сварила суп. С такими, знаете, прикольными маленькими макарошками. Сейчас покажу. Они уже давно, они уже давно стоят ждут, вот макфа. Они такие маленькие. Вот, я все планировала для малыша своего сделать что-то такое. Вот сделала супчик, я не понимаю, каким чудом. Я просто, если становлюсь на кухне уже готовить, мне хочется сразу все приготовить. Ну что, я сделала чай, свой любимый, Тесс чай. Сейчас тоже покажу в фикс-прайсе, беру постоянно. Вот оно, я уже его пью, его хрен знает сколько, честно говоря. Но этот мама не в фикс-прайсе взяла, но вот в фикс-прайсе продается вот этот и еще флирт зеленый. Вот у них не просто, знаешь, зеленый и черный, у них вкусы добавлены. То есть здесь яблоко добавлено и еще что-то, не пойму. Ну, короче, вы поняли меня, да? Мед горный у меня тут есть, вот лимончик. Я всегда люблю чай пить черный, неважно, даже если он с какими-то там ароматами. Я все равно люблю добавлять лимончик, и можно всегда мед. У меда тоже свои какие-то привкусы разные есть, в общем, намешала. И что теперь? Вот они наши печенюхи, да? Самое интересное, долгожданное. Вот так они у меня получились. Их получилось, да, здесь намного больше. Объясняю, почему. Они у меня получились толстые. Тут очень много событий происходило, пока меня не было, пока я не снимала. Они получились очень толстые, и буквально через 15 минут я открыла и поняла, что они вот такие вот румяные идут у меня с одной стороны, где они лежат на противне. А с другой стороны нерумяные. В общем, я их перевернула. Они подрумянились с двух сторон. Но 15 минут это очень мало, поэтому у меня вышло 15 и 30. 45 минут в общей сложности вышло. И я их еще разделила вдоль вот так вот пополам. То есть они были вот такие, ну вы понимаете, да? То есть я их еще разделила, я просто красиво так уложила. И они еще у меня чуть-чуть даже здесь вот тоже подрумянились, видите? Но я поняла, что они должны быть не такие, как печенье, знаете, вот типа юбилейное, которое крошится. Они больше мне напоминают какой-то, знаете, кексик там или еще вот что-то типа того. На самом деле не такие уж они сладкие, совсем не сладкие, а я люблю сладкое. Ой, я уже попробовала, да? Блин, блин, хотела актерское мастерство сделать. Такая типа я пробую в первый раз, а потом признаться, что не первый раз пробую. Да, я уже один кусочек съела, и на самом деле мне очень понравилось. Мне сразу захотелось чар, вот я его и намешала. Я думаю, что если делать в духовке, наверное, было бы более интересно, но как бы не хотела, я уже сказала, да, вначале, почему я не сделала в духовке. А у меня всегда, я когда что-нибудь такое придумываю, знаете, сама, у меня что-нибудь, а через жопу получается. В общем, никаких левых привкусов нету. Все очень мягко, вкусно. На самом деле зубы можно не ломать. Семечки разнообразные здесь и обычные семечки, и беленькие маленькие семечки, коричневые какие-то, и черные точки. Супер, я объясняю, да? Сейчас мы почитаем, что здесь. Здесь семена подсолнечника очищенные, то есть я вижу отруби, да, видно, пшеничные. Семена льна, семена кунжута, видно, семена мака, вот это черные точечки. Ну и все. Остальное это вот разрыхлитель, разрыхлитель, регулятор кислотности, морская соль и мука. Вот. Деня все тянется-тянется тоже, хотя я ему дала уже поесть. А он все тянется к этим печенькам. Что бы я еще добавила к этому ко всему, я бы на самом деле намешала бы сметанки с сахаром. И может быть варенья какого-то чуть-чуть добавила. Ну или можно меда также добавить. И прям макала бы туда их. Но от того, что я еще дольше их делала, они все-таки получились у меня такие более-менее хрустящие, печенюшные. Вот. А вообще, как я понимаю, они должны быть типа кексов. То есть они не должны быть такие сухие. Вот. Пока ем печеньки, давайте о чем-нибудь поговорим. Например, о том, как я провела Новый год, потому что очень часто спрашивают меня об этом. Я не снимала влог, ничего не снимала, потому что мы с малым были дома. Я включила прямой эфир где-то без 15.12. Мой любимый позвонил мне без 5.12. И мы все вместе с малышом, с моими зрителями в Инстаграм. Оставлю здесь ссылку на Инстаграм, подписывайтесь. Упустили, видите, кто не был со мной. Может быть, у вас были, конечно, свои дела. Но много... Ну, не много, но были люди, которые были с нами в эфире. Человек 40-50, наверное. Точно не помню уже. И мы вместе вот так вот встретили Новый год. Мне было очень весело, на самом деле, при всем при этом. Я давно уже Новый год не отмечаю, знаете, там, куда-то тусоваться. Кстати, был такой вопрос. Хотела бы ты куда-то тусоваться, побежать там или еще куда-то. Нет. Бывают такие, знаете, с прошлого порывы какие-то. Но, во-первых, я не хочу оставлять своего малыша нигде. Я не знаю, у меня вот какая-то фигня есть. Может быть, это неправильно. Но у меня есть какая-то фигня, что я не могу его где-то оставить и развлекаться. То есть я могу его оставить и делать дела. Но я не могу его оставить и развлекаться. Все. Вот у меня загвоздка какая-то. И вот любые поездки, еще что-то, то есть куда-то поехать, отдохнуть, нет. То есть если у меня есть цель какая-то специальная, и она поможет моему продвижению как-то, да, вообще в жизни и во многом другом. То есть я понимаю, что в этом цель есть, да. То есть деловая какая-то поездка. надо, например, то да. И вообще вот так с ночёвкой я вообще не представляю. Это я уже дальше загнула, да, у меня просто есть планы кое-какие. И вот так вот это с ночёвкой без малыша, он ещё ни одной ночи без меня не спал, и поэтому я не представляю. Ну и вот так вот тусоваться, пойти. Нет, не тянет. Я бы хотела всё делать со своим малышом, поэтому дома это самое прекрасное. Поели, когда захотели, в интернет залезла, когда мне нужно, легли, когда захотели, уложила спать его, когда нужно. Плюс мы простыли, я ещё до сих пор немного простывшая, у нас ещё насморок остался, и мы потихоньку его лечим, поэтому мы такие домашние. Вот печенюшки. Знаете, лежала уже, это на самом деле мука у меня для печенья очень долго, и вот наконец-таки я и сделала. Когда? Я ещё сделала на январские праздники, когда вообще леньская, и не хочется выходить никуда. Хочешь попробовать? Чуть-чуть кусай. Рот сразу открывает. Так, кусить, так кусить. Я тебя знаю. Запихаешь, полный рот. Ой, наелась. Уже две штук съела. Три даже. Я ещё что-то этого ела. Объелась. В общем, ещё что-то хотела сказать, но забыла. Дэнни что-то в рот подтянул. Чё в рот взял? Чё в рот взял? Мама разрешала чё-то в рот брать? Какой-то вот ещё. Открываю рот, ему говорю, чё в рот взял? Он. Ня-ть-а. Солить? Может, он что-то имел другое в виду, но иногда он говорит такие фразочки, и мне кажется, они очень похожи на что-то. Получилось. Ты опять чё-то в рот тащишь? Ну, перестань. Вот он как будто знает. Вот когда он кашляет, я сразу такая на него смотрю. Мне кажется, что он чем-то давится там. Спасать надо. И когда он что-нибудь в рот берёт, он знает, что я сразу обращаю на него внимание. Вот как привлечь моё внимание? Всё, сделай вид. Он бывает даже ничего не берёт в пол, просто вот так вот руки дают. И начинает. Зевать меня глазами. Хитрюга маленький. Всё, мои хорошие, я вас люблю, я с вами прощаюсь, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Чё ты так смотришь, заканчиваешь? Пока-пока. Он научился вот так делать. Повторяю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok